Православный кинофестиваль «Русское сердце» уже в третий раз встретил гостей. Тверичанам и гостям города показали фильм, рассказывающий об особенностях духовного мира человека. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. В этом году границы фестиваля расширились. Зрители и участники мероприятия могли на протяжении четырех дней знакомиться с полнометражными и короткометражными картинами известных российских режиссеров. Изменилось и место проведения площадкой был выбран бизнес-центр Тверь. Ведь именно здесь находится киноконцертный зал «Панорама», где зрители могут полностью погрузиться в просмотр картины. Все показанные фильмы рассказывают о традиционных человеческих ценностях и, конечно, о вере. Без веры человек превращается в приспособленца, наверное, так будет правильнее сказать. А когда есть за что бороться, есть когда у него родная земля, есть когда у него семья своя, есть у него когда вера, то человек, безусловно, двигается вперед и отстаивает свои вот эти исконные ценности. Зрители увидели фильм-фотография, представленный молодой студией из Твери и кино в восстановлении храма в селе Кушалино и храма Рождества Богородицы в Пречистом Бару. А Тверской государственный фильмофонд показал документальный фильм «Великий Сергий». Впервые в этом году картина оценивала профессиональное жюри с участием представителей киноиндустрии и духовенства. Я не профессионал, поэтому я профессиональные какие-то вещи не буду там рассматривать. Я как-то вот как зритель, может быть, как подготовленный зритель буду смотреть картины. Ну а что нравится, что не нравится, наверное, надо посмотреть, потом как-то это через себя пропустить, а потом уже как-то вот решать. Помимо фильмов, гостей ожидали мастер-классы и круглый стол развития кинопроизводства в Тверской области с участием представителей профессионального и любительского киносообществ. Как рассказывает организатор фестиваля, в планах на будущее сделать его международным. Чтобы это был не просто Тверской православный, а Тверской православный международный кинофестиваль. Очень хочется показать людям кино, которое очень редко доходит до экранов телевизоров, до большого широкого проката. А это очень хорошее, доброе кино. Я так думаю, что оно просто обязано быть показано, доведено до зрителя. В финальный день зрители ожидал фильм «Варава», где одной из ролей исполнил заслуженный артист России, актер Тверского театра драмы Залим Мирзоев. А именно Мельхиора, который некогда был царем. И скоро на экраны кинотеатров выходит фильм «Счастье в конверте», где также занят Залим Мирзоев. Он сыграл Андрея Семеновича. Кинокартина — это три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений. О том, как не предавать себя и оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Жители Верхней Волжи могут увидеть фильм с 12 марта в ККЗ «Панорама» на Смоленском, 29. Возрастное ограничение для лиц старше 12 лет. Абсолютно простая история. Но фильм о нас — это фильм для всех, фильм семейный. И я думаю, что это тоже будет какой-то поворот. Очень много форм таких-то, которые именно адресованы к человеку. Как подчеркивает организатор, цель кинофестиваля — возрождение духовно-нравственного, детского, юношеского и семейного кинематографа. Развитие сотрудничества авторов фильмов и представителей церкви.